И вот достаточно хорошо покушав, я вам кое-что могу рассказать. Я, в принципе, вступил в ряды КПРФ. По одной простой причине я помню то самое время, когда всем жилось очень даже красиво. И даже невзирая на то, что сейчас происходит, мне все равно нравится наш президент. Хотя я бы, конечно, поменял слово президент на главу государства. Это было бы правильнее. Что такое президент? Это англическое слово, которое, в принципе, не имеет никакого отношения к русскому языку. Потому что? Потому что глава государства. К слову о том, что глава государства может все сам решить. И никому не нужна эта вот дивная штука под названием Государственная Дума, которая принимает только враждебные для населения России указы. Враждебные указы. Это что такое? Так вот для того, чтобы понять, о чем идет речь, давайте все-таки определимся. Мы не собираемся быть мировыми полицаями. Нет, это никогда не было ни в Российской Федерации, ни в Советском Союзе. Мы никогда этим делом не занимались. Но нам бы хотелось, чтобы к другому государству, которое занимает самое большое местоположение и большая часть земли отведена этому государству, с ним хотя бы считались. А то как-то получается, что с нами даже считаться не собираются. Теперь возникает вопрос, что такое ядерное оружие. Давайте все-таки вспомним, кто его откуда спер. Первоначально его спер, естественно, у немцев кто, кто, кто. Американцы. Потом мы у них быстренько его сперли. Американцы поделились с Германией, ой, с этой, с Великобританией, естественно, как же. Это же было их ближайшее удовольствие в области войны. Потому что Вторая мировая война, страны были как раз против Гитлера в том и порядке. То есть Великобритания была с Соединенными Штатами и Россией. То есть они просто поделились. Хорошо, а мы поделились с Китаем. Ну, может быть, я в чем-то не прав. Может быть, я лукавлю. Но мне так кажется, что это примерно из той же была оперы. А потом уже все остальные страны, это уже отдельная тема разговора. Особенно мы будем говорить о том, что внезапно каким-то образом у Израиля оказалось ядерное оружие. Откуда оно, интересно, начисовалось? Вдруг откуда не возьмись? Так вот, внезапно, да? Ну да ладно. То есть мы сейчас будем говорить о режиме сдерживания. Режим сдерживания. Режим сдерживания. И давайте все-таки определимся о текущем состоянии дела. Вот вопрос достаточно интересен. И в связи с тем, что я в свое время прочитал очень дивную штучку под названием Дэйл Карнеги «Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на жизнь». То есть я ее прочитал еще в детстве. Это небольшая книжечка была, которую, в принципе, могли прочитать все. Именно, может быть, поэтому я еще этим делом занимаюсь, вам это дело объясняю. Тут я ничего не буду говорить вообще в природе своей. Но я окончил школу номер 33. После всего этого, как бы вам сказать, я не учился там на отлично, нет. И только на последнем классе я перевелся к своему лучшему учителю, Мониной Антонине Федоровне. И она показала, что я, оказывается, кое-что узнаю. И не три балла-то, естественно. То есть, когда мне дали возможность понимать английский язык, я сразу начал понимать. Ну, еще немножко это было и эсперанто в свое-то время. То есть могу кое-что спеть. Ну, да ладно. То бишь, уже после этого я задал вопрос. После того, как я побыл в Америке, после того, как мы там пообщались, естественно, то бишь, да и вот вообще-то надо понимать, о чем идет речь. То есть давайте вспомним слово «интернет». Что такое слово «интернет» и что такое слово «Яндекс», «Гугл» и всякая остальная челухонь. Так вот, интернет появился достаточно давно. В 1973 или 1978 году, не помню когда. И это была базовая штука для американского военно-промышленного комплекса. Именно через интернет он управлялся ракетами. Ну, из той же оперы. Я не помню как, я не буду ни о чем говорить, но из той же оперы. Так вот, давайте все-таки определимся, на что интернет рассчитан. Вы думаете, что он рассчитан на русский язык? И будете абсолютно неправы. Что такое русский человек, русская речь и вообще? То есть определимся из того, что, допустим, на территории России и совместно жили, допустим, 300 миллионов человек. Поделив все это дело, оказывается, ну, примерно 2%, может быть, чуть меньше. Учили русский и знали русский язык. Этого реально мало. Этого реально мало. Так вот, давайте определимся, какая часть. И если мы будем говорить, основной поисковик, какой он? Вот сейчас эта вся информация для тех, кто меня смотрит. Это смотрит меня, естественно, брат мой, который, у него есть своеобразный подход. Я не буду говорить, что подход россиянинский, российский, это идеальный подход. Нет, господа мои, далеко не идеальный подход. Потому что, я еще раз говорю, это всего 2% населения Земли. Основные используют, естественно, английский вариант развития. Да, у меня там товарищ еще один был, который, отдельная тема, который почему-то очень сильно не любит наш город. Зря, кстати. Очень хороший, кстати, город. Вот. И своему братцу я так и сказал, братья мои, вот это основной поисковик. AmericaOnline.com То бишь, это первоначальный источник всех сведений в интернете, заложенных с того самого года основания. Это не Google, который потом появился, не YouTube, весьма своеобразный, достаточно своеобразный. Вот. Естественно, я задал дивные вопросы. То есть, мы и нам все говорят, что пункт номер один, мы самые крутые. Так ли это? Но, оказывается, не так. Сейчас я вам покажу то, что я потратил, грубо говоря, всего там 10 минут. Дольше я их переводил, вот эти вот удобно перевариваемые для вас материалы. То есть, мы говорим, что мы самые крутые по газу, по нефти. Вот давайте определимся с нефтью. Насколько мы крутые? Вот обратите внимание, то, в каких количествах и где происходят самые крупные запасы нефтепродуктов, и кто круче российских дел в, ну, наверное, десятки раз. То есть, понятно, да, что вот это все, это вот все Запад, ну, или другие страны, а вот это все, это Россия. То есть, где мы по нефти? То есть, мы далеко не на первом, не на втором, не на третьем, не на четвертом, не на пятом, не на десятом. А где-то в районе, так, ну, ориентировочно 38-го там места, примерно, не знаю, о чем идет речь, посмотрите внимательно. Я вам все это дело продемонстрировал. То есть, я надеюсь, я это немножко для вас открыл, то есть, теперь вы смотрите меня и понимаете, что не я вам это советовал, это вам советовал абсолютно нормальный, независимый, это независимый источник. Там нет ничего другого, поверьте мне. Давайте определимся с нашими ценами на газ. Почему мы хотим газ продавать? В данном случае, по количеству запасов газа, мы на первом месте. На первом месте. Но если взять то, что находится на Аравийском полуострове и где-то рядышком, то мы уже на втором месте находимся. Причем на очень втором месте, где-то в половину ровно. Надо их все вместе собрать и поделить. То бишь, все-таки давайте мы определимся, что по газу мы чуть-чуть выше Аравийского полуострова. То бишь, вопрос возникает, каким образом этот нефть, этот газ везти? Откуда везти нефть и газ? Часть у нас есть на Волге, рядышком Казани есть, в Башкирии есть, в Оренбурге есть, по Волжье. Туда. Но там не так уж и много. В основном это части, которые очень сильно далеко. И это там, где очень холодно, реально холодно. И, кстати, нефть-то, кстати, не сильно навороченная, так же, как и газ. Но процедура постановки, процедура перекатывания, это уже миллионы тонн и через тысячи километров. Представляете, как это все дело необходимо? Либо в Саудовской Аравии, либо в странах других, где нефть копнул немножко, сразу же выбило к тебе. То есть там даже ничего не нужно. Просто залил в танкер и отправил. Да? Клево. То бишь, надо полагать, сколько у нас процедуры затрат. Ну и как бы я вам еще раз говорю, что, возможно, это хорошо, но не идеально. Не идеально. То бишь, мы вам уже кое-что предоставили, и вы все это должны были понять. Если вы это дело не увидите, у вас есть сюжет на Ютьюбе. Логично, просто перемотайте и посмотрите. Можете перематывать несколько десятков раз. Можете сто раз перематывать. Можете, в конце концов, залезть. То есть ничего сложного нет, правильно? Залезайте, посмотрите, сколько. Теперь возникает вопрос, насколько круты мы в металлургии. Ммм, клево, да? То есть металлургия у нас должна быть круче всех. Но поверьте мне, я живу в городе Магнитогорске. Этот город Магнитогорск вытягивал на себе все наши последствия после Второй мировой войны. Представляете? На плечи Магнитогорска легло восстановление металлургии Украины и Белоруссии. И мало того, мы еще несколько крупнейших заводов построили на нашем металле. На нашем металле. На металле Магнитогорска. Клево, да? То есть Магнитогорску надо уже, по крайней мере, ставить звание героя социалистической труда. Да, да, да. Именно Магнитогорск должен быть в героях. А вы забыли. Да, это не герой Советского Союза. Нет. Но герой социалистического труда. Вы опять про это дело забыли. Очень плохо, кстати, реально. Теперь вопрос про бетон. Да, да, да. Вопрос про бетон решается еще более интересно. Вы только что все это дело посмотрели. Даже смотрите внимательно. И сейчас опять же перематывайте, смотрите. Ничего сложного нет. Три секунды дело. Для самых, у тех, у кого вопросы возникают в переводе с английского на русский, есть везде переводчики. Вбивайте целиком переводчик. Вбивайте в Америку онлайн. Это самый старый поисковик. И вряд ли можно каким-то образом подвинуть. Нет, господа, нельзя. Это современные поисковики, усланные реальной чеботухой. Понимаете? Что такое реальная чеботуха? Это реклама. Нехорошая, противная, мерзкая. Но она везде и всюду присутствует. Это последние советские. Рамблер там, Яндекс. Глевые штуки, да? Ну так вот, нет. Там как бы вот, если честно, вот он за моей спиной, да? Честно. Что-то я как бы особой рекламы-то и не вижу, да? То есть где там, что покупаете, выбираете? Нет, ничего, спокойненько. Основные новости. Что там сложного-то? Ничего там сложного нет. То есть это тот поисковик, который не заинтересован в таковой рекламе. Его и так все знают. Его знает больше половины всего населения, земли, естественно. Так что вы посмотрели, да? То есть как бы говорить о том, что мы на первом месте. Это где? Это только по газу. Всего лишь только по газу. Теперь возникает вопрос. Да, да, да. А, во, во, вот. Все сейчас начинают внедрять. Ёлушкин-то, трешкин. Мы наверняка. Почему? Мы должны всю, весь мир заполнить нашей древесиной. Вот сейчас будет еще интереснее. И главную, слава богу, есть Владимир Владимирович Путин. Я бы все-таки сказал, что это глава государства, а не президент России. Да. Он очень хорошо поступает. Поверьте мне, я его видел неоднократно, я его сам снимал неоднократно. Он мне реально как человек очень, очень нравится. Он поступает так, как должен поступать самый крутой специалист. Так вот самые крутые специалисты так и делают. То есть они решают все настоящие вопросы. Но там небольшая проблемка возникает. Ну, это стандартная ситуация, естественно. Эта часть чуть-чуть позже. Чуть-чуть позже. Я чуть-чуть позже все про это расскажу. Но тем не менее, как руководитель государства, я ему говорю, спасибо вам большое, что вы существуете и что вы это все сделали правильно. И показали в конце концов, что Российская Федерация это краеугольный камень всей истории. И рано или поздно мы все это дело заберем. Естественно, мы это дело заберем. Потому что все было вокруг России. Это уже потом кто-то начал раздавать. Вы типа забирайте, вы типа разобрали. Вы что разобрали, понимаете? Я не противник коммунизма. Вы поверьте мне. В коммунизме все было. Это сейчас чуть-чуть позже, естественно. Я расскажу. Вот. Теперь возникает вопрос, естественно. О Конституции. Так вот, я на счет Конституции говорю. Сейчас как раз будет вопрос про Конституцию. То есть вопрос про Конституцию решался достаточно легко и просто. То есть раньше основная часть Советского Союза, и это были кто? Это были мы с вами, обыкновенные граждане Советского Союза. Обыкновенные граждане Советского Союза имели бесплатное высшее образование, бесплатное среднее образование. Ну, начально это вообще всегда было. Мало того, в Советском Союзе на протяжении 56 лет, 56, 56 лет был четко привязан курс рубля к курсу доллара. Клево? Да, господа мои. Не видите. В очередной раз. Вот уже русский язык. Просто в русском языке я вам показываю. То есть обратите внимание, сначала он стоил 5 рублей за 1 доллар. Это было еще до денежного обмена. Потом деньги ровно в 10 раз обнулились. И 1 доллар стал стоить примерно от 0,9 рублей. Потом он даже вниз ушел. И обратите внимание, до 92 года он был абсолютно четко привязан. Правильное решение? Да, да, да. При абсолютно четко привязанной системе доллар к рублю мы никогда слишком много денег не зарабатывали. Но был маленький другой вариант. Маленький другой вариант. То есть человек с высшим образованием получал квартиру достаточно быстро. Получал квартиру, а не покупал. Не покупал квартиру, ради которой он потом должен был плюхаться всю оставшуюся жизнь. Вы что-то не доехали что ли? А, ну да. Мы же про другую тему. То есть это не Конституция Советского Союза была? Нет, это уже совсем не Конституция Советского Союза была. Да, да, да. Совершенно не Конституция Советского Союза была. Но как-то так, да? То есть мы спокойненько жили. А что потом началось? Во. А уже потом началась другая Конституция. Российской Федерации. Клево было. К слову о том, к чему мы сейчас идем. Я не понимаю, почему, но в Конституции Российской Федерации мы не прописаны. Так что ли получается? У нас Конституция Российской Федерации прописана под 300 миллиардеров, что ли. Раньше это были олигархи. Но в свое время Владимир Владимирович дал им хорошо. А те, кто не понимали, те уехали. Да, у них нет тех количеств бабок, чтобы они здесь имели. И правильно получается. Вы с чего взяли-то? Вы это сами что ли понастроили, а? Я живу в городе Магнитогорске. В свое время на комбинат работало 70 тысяч человек. Ну, это был не просто 70-тысячный монстр металлургии, монстр мирового масштаба. Я был в многих странах, я был в многих местах, где производят металл. Такого количества, такого объема, поверьте мне, нету нигде. Нету нигде. Магнитогорский металлургический комбинат самый крупный, самый крупный. Это 100%. И к слову о том, что Магнитогорский металлургический комбинат, благодаря Виктору Филипповичу Рашникову, перестраивается. Это очень красиво. Но вы же тоже должны понимать, и это дело все начал тот самый человек, который разрушил Советский Союз, а именно Горбачев. Устроил нам какую-то перестройку, которая никому никогда не нужна была. Зачем он это сделал? Ну, понятное дело, что он продал Россию. Вы говорите хоть как хотите, но я говорю, что он продал Россию. Если я буду неправ, ну, давайте с ним тоже пободаемся. Да-да-да. Особенно вот когда он весь Варшавский договор распулил, с чего бы это. Я просто беседовал с девушками Варшавского договора в интересном месте. Эти девушки, члены стран бывшего Варшавского договора, так мне и сказали. Алексей, было так красиво, когда был Советский Союз. Он говорит, почему? А мы ничего не делали. Нам все отдавала Россия. Мы им давали все. Мы им давали машины, мы им давали отличное оружие. Мы им давали все. Они просто получали удовольствие. У них все было так же бесплатно. Кому вот эта ерунда нужна? Тем самым миллиардерам? Да, только те самые миллиардеры живут на нас. Давайте все-таки обратимся к другим вещам, которые я также посмотрел. Это было еще гораздо проще. Естественно, я залез опять же в Америку онлайн. И показываю вам тот самый список минимального размера оплаты труда. Там в России нет. Нет там в России. Поверьте мне. Там не существует ее в России. Потому что, что касаемо у нас. Это я уже в российском прочитал. Специально вам сделал, чтобы было понятно. МРОД – это минимальный размер оплаты труда. Минимальный. То есть я вам там показал. Вы уже все это дело посмотрели. Сколько в нормальных странах. То есть где-то определил. От 10 чуть ниже опускается. Ниже опускается. Мы вниз даже не входим. То бишь, размер федерального МРОД в 2020-2021 году. Ну, а в 2020 году. Ну, вот с 1 января 2021 года – это 12 732 рубля. Ну, тема прикольная, да? Я это все простенькое, реальненькое. Ну, как бы вам сказать. Перемножил и разделил. И оказывается. Почему я вам не показываю тот момент? Да, то есть там просто ниже уже и не о чем говорить. Понимаете? Просто ниже уже не о чем говорить. Так вот, у нас размер за час – это по минимальному размеру оплаты труда. Это я ничего не буду говорить. Может быть, чуть выше. Я не знаю, о чем идет речь. Но примерно. Примерно. То бишь, грубо говоря, 0,68 доллара. Это где мы находимся? То есть мы, когда приезжаем понты давить, что типа тюрки, вы чмошники. Надо сказать, что тюрки, вы чмошники. У них размер оплаты труда в 2-3 раза выше нашего среднего. Это минимальный размер оплаты труда. Это минимальный размер оплаты труда. Они все это сделали для того, чтобы вас выкачивать. Вы туда приходите, вы высасываете свои деньги, вы вылазите в бешеное количество кредитов, но вам интересно в течение 7 дней отдохнуть. Но в Советском Союзе, в Советском Союзе мы отдыхали 40 дней. 21 день мы приезжали и отдыхали на курортах. Я там был. Вы мне не рассказывайте, пожалуйста, я там был. Моя мама ездила постоянно. Каждый свой отпуск она привозила 2 месяца, 2 недели на курорт. Потом она приезжала, естественно, привозила там на много разных общей. Давайте все-таки определимся, что и в Советском Союзе можно было очень хорошо одеться. И в Советском Союзе мы выпускали замечательные хлопчатобумажные изделия. И не только. У нас было вообще-то 2 фабрики, одна обувь в шилах. Причем крутая, хорошая, реально. Что сейчас там случилось? Ага, очередные сетевики. Вау, крутизна. Просто какие-то вонючие сетевики, которые просто продают чужой товар. Ага, клево случилось, да? А, ну просто развалили. Швейную фабрику на левом берегу. Много что развалили. То есть если раньше в городе Магнитогорске было примерно 40-50 миллионеров, ну я имею ввиду самый топ это металлургический комбинат, дальше метиска и калибровка, а дальше все остальное, которые нормально, реально работали, то есть сейчас всего один остался. Клево. Да вот, просто изумительно, да? Ну и 70 тысяч раньше работал, да, сейчас 15. Примерно, из той же оперы. То есть, конечно, вот это возникает проблема, да? Вот такая штука возникает у нас. Теперь мы вам показали о том, что происходит со страной. Да, мы не противники того, что с нами необходимо считаться, с нами естественно необходимо считаться. Не надо думать, что население самой большой страны в мире, ну и плюсом, естественно, советские республики, которые стали другими уже республиками, которых не существовало бы вообще, не существовало ни Казахстана, ни Украины. Беларусь, она всегда была Российской Федерацией. Мы еще там часть Финляндию отступили, отдали, естественно, Польшу отдали. Она вообще-то была в России, в Советской, в смысле, в Российской империи она была. А Казахстан, Узбекистан, этого не существовало ничего, там было все нормально. Все спокойненько, нормально жили. Да, мы вкладывали деньги. Да, мы должны были вкладывать деньги. И там все становилось еще более ровно. Понимаете? Потому что, вот мы говорим про Чечню, да, я был сам в Чечне, ездил мимо нее. Вы знаете, это был идеальный вариант. Когда даешь людям возможность использовать нефть на себя, так-то мы поступили, то там становится все абсолютно ровно и красиво. Ну, ровно и красиво. Ну, просто ровно и красиво. Я все прекрасно понимаю, что Москва живет, ну, круче всех. Но давайте определимся с той ценой вопроса, сколько мы получаем. И тот необходимый меню. Сейчас я не знаю, сколько, но примерно из той же оперы. То есть мы далеко даже за 20 тысяч не перепрыгнули. То есть сейчас доллар опять прыгнул куда-то вверх. То есть для чего все это делается? И вот уже возвращаясь к теме вопроса. Тема вопроса у нас была Конституция. То есть раньше в Конституции были прописаны основные правила Советского Союза. То, что сейчас в Конституции прописано. Я не понимаю, почему мы должны работать над этих олигархов. Олигарху что хорошо? Плавающий рубль. Понимаете? Чуть рубль прыгнул вверх. Им хорошо. А они деньги-то не платят. Им не надо платить. Зачем? Это же чмо, которое типа работает. Типа я им... А вы что-то сделали? Вы это вообще что-то сделали? Или вы взяли то, что в свое время экспроприировав, просто так раздали? Вы сделали ли современные заводы по переработке нефти? Нет. Я не понимаю, наши нефть вообще-то очень сложно куда-то использовать. А вы не будете говорить... Я не буду сегодня говорить о оптовых поставках газа. Это отдельная часть, на которой вы зарабатываете бабки. Вы зарабатываете бабки. Вы олигархи. Что такое олигархи? Сейчас расскажу, сколько. То есть это 300 миллионов человек. 300 тысяч. А, 300 человек. 300 человек. 30. 300. 300. 300 человек, что я гоню-то. Да, то бишь, грубо говоря, в одном городе Магнитогорске есть один олигарх. Ну, не олигарх, это миллиардер. Просто тупо все это дело перемножаете, разделите 140 миллионов, грубо говоря, на те же самые граждане. Получается те же самые... 300... 300 миллиардеров. Мы на них работаем. Зачем мы на них работаем? Вы что-то сделали. Вы что-то сделали вообще-то. То есть вы типа поддерживаете Путина. Ну, по сути события. То бишь, а зачем тогда у нас нужна демократия? А? Ну, если это вы поддерживаете. Ну, в демократии мы проговорили о том, что за Путина проголосовало определенное количество людей. И это не были ни половины, это было примерно 35% населения. Просто тупо пересчитаете, да и все. Посмотрите, сколько людей пришло. Посмотрите, сколько проголосовало. Ну, это, кстати, даже не половина. Это меньше. Но, допустим, я не буду противником. Я сам люблю нашего главу государства. И как глава государства он может работать бесконечно. Мы никогда никого не выбирали. Вы что-то одумаетесь. Вы одумаетесь, что у нас было два дебильных президента. Ну, один развалил страну, другой пропил, блин. А этот нормальный человек. Да и пускай он живет бесконечно долго. Почему нет? Почему нет? Ну, у нас сколько не было бы глав, возвращаясь к тому, сколько у нас глав вообще было. То есть давайте зададим вам вопрос. Сколько каждый из вас помнит. Не буду говорить о отдельной товарищеской линии нашей, которые занимаются историей. Те, может быть, еще знают. Но таких людей не так уж и много. Но будем считать, что таких людей, которые реально знают историю, будем считать, что их процентов 20. Хотя, скорее всего, 5. Которые могут сказать, сколько у нас было царей. Так сколько у нас было царей? Ну, сколько? Вы подумали? 10, 15, 20. Нет, их было 250. А скольких мы помним? Скольких мы помним? Ну, примерно 5, ну, максимум 7 царей. Царей. Всего лишь царей. А остальных не помним. Вот сама ситуация, в чем заключается. А после этого у нас все спокойненько, своими силами вставали, руководили государством и спокойненько уходили. Это нормальная ситуация. Давайте не будем говорить и равнять все под американский стиль типа дерьмократии. То, что это дерьмократия, я вам неоднократно писал. С моей частью мозга, которой я болею, естественно, я в английском и в американском сайте нашел метод лечения. Через полгода они просто удалили страничку. Как бы сказать, кто вы такие? Ну, вы мерзкие просто товарищи. Не надо было это делать. Не надо было. Это все-таки рак мозга, глиобластома. Как бы? Ну, я нашел. Слава тебе, Господи. И если бы не Господь Бог, я в него верю, естественно. Мне говорят, что в Советском Союзе ты не мог бы, веря в Бога, стать коммунистом. Еще раз говорю, залезьте спокойненько в интернете, посмотрите. Что Советский Союз всегда относился нормально. За некоторым исключением. Некоторые исключения были везде, везде. Везде они были. Не только в Советском Союзе. Это было везде. Поэтому не надо говорить, что где-то кто-то круто. Нет, нет, нет. Везде были такие штучки. Везде. Вот и все. Но, тем не менее, можно было либо пойти по партийной линии, я собирался и по партийной линии поступать в институт. То бишь, я хотел стать коммунистом сразу же после того, как я поступил в институт. Это был 91-й год, а там по лету такая штука, по августу такая штука началась. Ух, красиво. Развалили все. Плохо, конечно, это было. Либо я мог бы поступить в академию, в семинарии. Это тоже можно было. Никаких проблем не возникало. Но лучший был бы мой вариант, если бы я все-таки вернулся на круги своя. К слову, о кругах своя, о том, чем мы сейчас занимаемся. Да, естественно, мы показали всем. И будем это делать. Но я бы все-таки посоветовал, если, может быть, он услышит, может быть, не услышит. Но давайте все-таки вернемся на круги своя. И будем все-таки думать о людях. Заморозим курс рубля к курсу доллара. Сейчас я объясню, почему это сделать необходимо. По одной простой причине. Допустим, вы думаете, что как бы большое количество вещей, которые есть рядом со мной, сделаны в России? Нет. Нет. Примерно 90%, даже больше 90%. Ну, нет. Сейчас меньше. Хотя, примерно, да, 90%. Потому что кое-что я уже начал собирать. Я начал собирать стендовые модели самолетов. Очень хорошо, что у нас работает звезда. У нас есть отдельные конторы, сделанные в России, которые делают это все-таки на изумительном уровне. Я реально говорю, это просто изумительный уровень. Но их достаточно мало. И все-таки давайте мы будем говорить о привязке рубля к доллару. Чтобы человек не прыгал. Чтобы ему надо было видеть будущее. Потому что, объясните мне. То есть, если 56 лет у нас доллар был привязан, и мы четко знали, что при поступлении в институт через 2-3 года ты получишь квартиру, просто получали квартиру. При увеличении семейного бюджета ты получал большую квартиру. Это было. Это было. Да, мы не воровали. Да, не у каждого был дом. Но у инженера все было вообще нормально, ровно. Вообще все было нормально и ровно. Город строился. То бишь, мне сейчас говорят, что город Магнитогорск – это вот то, что сейчас. Я говорю, нет, город Магнитогорск. Вы не были знакомы с генпланом. А я был знаком с генплантом. Я знаю, что город Магнитогорск проектировался под размер полтора миллиона человек. То, что сейчас – это всего лишь одна третья часть. Я-то видел этот генплант? А вы – нет. Это было опять же плохо. То бишь, если бы город Магнитогорск нормально развивался, если бы мы все-таки вернулись на круги свои и поставили бы здесь, допустим, завод по изготовлению электромобилей. Ну, сейчас же все-таки будет электротяга. А что бы не сделать? Если бы мы поставили завод по производству холодильников, а то у меня в холодильнике я из Донецка привез. Ага, из Донецка, из того, ради которого мы сейчас воюем. Потому что там произошло четкое унижение россиян как таковых. Причем тут россияне? Всех жителей Советского Союза. Вы только жители Украины должны быть. Я говорю, а при чем тут жители? Вы вообще-то вспоминаете жизнь-то свою, нет? Залезьте обратно, посмотрите. Вы вообще кто там были-то? Вы были гражданами Российской империи. И тогда не было подразделения украинец, хохол, еврей. Удмурт. Ну, не было ничего. Была одна территория Российской Федерации. Все были сначала россиянинами, потом они стали гражданами Советского Союза без подразделения на нации. А потом уже все это дело распилили. Ну, зачем? Ну, зачем? Естественно, мы противники этого дела. Естественно, мы это делаем. Так, чтобы всем было хорошо. Но давайте все-таки определимся. Чтобы люди не страдали, уважаемые мои, привяжите курс рубля к доллару. Просто привяжите и не парьте мозги. Ребята, те миллиардеры, которые нахавались. Да куда вам эти бабки брать? Вы идиоты. Вы даже не прочитали, ни разу вы не прочитали Библию. Это было очень плохо для вас. Почитайте внимательно. Вам сейчас здесь хорошо живется. Я также здесь живу. Если бы не тот материал, который, не зная английский язык, когда не так давно было, то есть 35, не помню, сколько лет в школе, меня там не вызвали, естественно, вызвали там дебилпоидов мелких, которые типа сказали, что мы стали внезапно самыми крутыми. Я говорю, что я не крутой. Я говорю, что я обыкновенный такой же человек. Так вот, не зная английский язык, я бы крякнул бы 41 год. Может быть, да, с небольшим. Потому что с моей болячкой проживают год и три месяца. Стандартная процедура. Но благодаря тому, что я английский язык знаю, я перешел к другой процедуре. Нашел, съездил и ежедневно молюсь, работаю над собой. Но с другой стороны, мне в следующем году надо будет обратно туда ехать. Поверьте мне, то есть вы взметнули ценники на доллар. То есть что вы сделали? Ну что вы сделали? То есть вы реально опустили пенсионеров. Нас с вами. Потому что я еще раз говорю, все, что продается в процентном соотношении, в процентном соотношении, за исключением еды, за исключением еды, это все не сделано в России. В большинстве случаев. У вас что-то есть российское? Где что-то есть российское? Камера не российская. Компьютер не российский. Нету ничего российского. Так привяжите ровненько, а потом уже не торопясь, меняйте, меняйте, делать надо интересней. Посмотреть внимательно, как это делал Китай, спокойненько, понимаете. Да, Китай опустился, но как он поднялся? Как он поднялся? Ух, они такие красавцы. Ну просто, мне они очень сильно понравились. Я был в Китае. Если честно, сами китайцы по отношению к туристам находятся чуть-чуть более в свете благоприятном, чем немцы. Немцам вообще никто не нужен, я там был, поверьте мне. Они вообще не говорят на английском языке, а если ты говоришь на английском языке, они так на тебя смотрят. Они что-то забыли, что ли? Нет, ну ребята, это вы сами сделали, не мы это сделали. Не мы воспитывали у вас национализм. Вы, воспитав национализм, потом поняли, что вам другие люди, которые не были националистами, как таковыми, никогда не были националистами. Честно тебе скажу. Ни граждане Советского Союза, они никогда не были националистами. Никогда не были националистами. По крайней мере, к тому моменту граждане Великобритании никогда не были националистами. Америка как таково не существовала. Америка – это что? Все приехали туда. Россиян там достаточно много, хохлов, естественно, в смысле украинцев, большое количество евреев, немалое количество итальянцев, некоторые туда даже мафию привезли. Была такая ситуация. Да-да-да. И там тоже мы не будем говорить. Там были проблемки с нашими людьми, которым мне здесь нравится. То есть я был на Кубе, я видел таких красивых девушек. Просто идеал, просто идеал, идеал. Все. То есть, грубо говоря, идеальных женщин в мире, ну примерно таких, чтобы на 5 с плюсом, ну 5-10, не более того как. Так вот на Кубе этих 10, их очень много девочек, из того уже десятки. Представляете, большая часть кубинок, она весьма симпатичная. И не все они бывают нашего замечательного, ну такого типа слегонцухи розового цвета, как мы типа, розовые, да, там. Вот некоторые бывают с небольшим желтизной, ну такая-то. Это уже о чем мы говорим? О том, что это все-таки Америка, там люди немножко другие. А некоторые просто бывают другого цвета. Представляете, идет красивая девушка. И эта девушка, я ничего не буду говорить, негр. Ну красивый негр. Вау! 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 Это вау! И когда мне говорят, что на территории России все полезутся, я говорю, какой дебил сюда попресся. Поверьте мне, мы знали, что в определенный момент в 55 лет, а у нас везде и всюду, то есть мы еще раз говорим, то есть сейчас возникает вопрос, вот называется про пенсию, не про пенсию, ну давайте все-таки про пенсию объясним. То бишь раньше люди уходили на пенсию, допустим, в 55 лет и в 50, а женщина. То бишь потом они просто получали удовольствие, потому что реально очень сложно существовать, когда зимой минус 40, а летом плюс 40. Представляете разницу температуры? Почти 100 градусов вверх-вниз. Что с человеком происходит? Он в лохмоте ушатанный. Он реально ушатанный в лохмоте. Он реально ушатанный. Вы не понимаете, что этот человек реально ушатанный в лохмоте? Зачем эта пенсия? Вы что там с дуба рухнули что ли? Кто? Кто? Кто живет? Вы что с дуба рухнули что ли? 2% населения живут здесь. И вы их опять куда-то туда воткнули, да? Ребята, это ваша жизнь. Это ваше государство. Это ваши люди. Это просто ваши люди. Зачем вы себя так делаете? Я не понимаю. Естественно, мы люди очень умные. В большей степени. И знаем, как с этим делом бороться. Но хотелось бы, хотелось бы, чтобы глава государства разогнал к ядряни фени всю эту думу. Он и так хорошо работает. Да тут много-то и не надо. Просто посмотрев те самые сюжеты, которые я вам показываю, КПРФ Магнитогорский. То есть там ничего сложного. Там нету ничего сложного. То есть, ребята, хватит воровать. Да, вы будете получать. Но вы будете получать не миллион долларов ежегодно, а, ну, грубо говоря, 10 миллионов долларов. А остальное делится. 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 Распределяйте все это дело. Да, у нас не будет уровень Америки. Ну, нет. Ну, и шут с ним. Да мы никогда туда не прыгали. Но хотя бы достаточно средний уровень, достаточно средний уровень до нормальных стран. Я вам сейчас еще раз покажу. Теперь вот называется слово ВТО. То есть, посмотрите внимательно, да? То есть, ну, мы где-то, грубо говоря, там в двадцаточке, да? То есть, в двадцатке. Мы в двадцатке по ВТО. А на каком уровне? То есть, там вообще мы рядышком не стоим. Так надо разделить все ровненько, как это делается в Соединенных Штатах Америки. В Соединенных Штатах Америки. Я не буду говорить точно, не буду говорить точно, но, насколько мне это известно, то бишь, они все это дело распилили примерно, да? И знают, что человек, ну, он может реально. В Америке человек может, обыкновенный человек может стать миллионером. Миллионером. Не все хотят, не все это хотят. Некоторые просто хотят жить. И это в большинстве. Кто-то хочет стать миллионером. У меня вот товарищ отсюда вольнул не так давно, стал уже миллионером. Да, в Америке он стал миллионером. Он стал миллионером. Кто это такой? Андрей Черков. Не слышали про него? Зря. Посмотрите внимательно. Он у меня продавал в свое время китайские, ой, японские машинки. Посмотрите внимательно. Это же не сложно, да, залезть, посмотреть внимательно. Вам это нравится, это естественно к всему вернется. Он стал миллионером. Просто приехал и стал миллионером в Америке. Ну вот и все. И они тупо все это дело распилили. Я не буду говорить про точности, но когда американец на войне, война это очень плохое средство, мне это естественно не нравится, но количество денег, которые получает семья американца, это в десятки раз больше, чем получается семья российского человека. В десятки, может быть, сотни раз больше. Вы должны об этом думать. К сожалению, это возможно не получится, но будем надеяться, что когда-нибудь достаточно умный человек скажет, посмотрите, пожалуйста, Алексей Челенький, я ничего свежего не говорю, это все абсолютно ровное мероприятие. Хотя в принципе я не такой крутой, поверьте мне. Я просто даю вам те сведения, которые благодаря английскому языку я получил из интернета. Так что, господа мои, при всем наличии понтов, я понтами не давлюсь. Я уже давно все это дело пережил. И мне сейчас необходимо, чтобы у каждого из нас, обыкновенных людей России, была бы нормальная пенсия, небольшая, зачем большая, ну хотя бы 900 долларов. Этого реально хватит, чтобы хватило на будущее, чтобы хватило на то, чтобы пенсионеры могли бы отдохнуть, а не то, что мы сейчас получаем. Ну это просто бардак.